Российский инвестиционный форум в Сочи На этом не остановились и начали поиск новой площадки. В Ульяновске инвесторам предложили самые выгодные условия. Планируем выпускать где-то 50 наименований препаратов, из них где-то 20 будет в онкологии, а остальное – это общая категория. Завод расположится в промышленной зоне Заволжья. Объем инвестиций превысит 900 миллионов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест. Еще один завод будет построен на базе Димитровградского автоагрегатного завода. Речь идет о производстве пластмассовых игрушек белорусской компании «Полесье». Объем инвестиций оценивается в 200 миллионов рублей. Проект предусматривает возведение нескольких объектов – производственного цеха, цеха сборки и двух складов для полуфабрикатов и готовой продукции. Я думаю, что все жители, наверное, сталкивались с этими игрушками, потому что они очень представлены на рынке. Это очень хорошие, безопасные по качеству игрушки. И они уже хотят в 2020 году начать производство в Димитровградском автоагратном заводе на площадке. Делегатам удалось наладить логистический коридор между Ульянском и Республикой Крым. Республика Крым у нас планируется как площадка для бункирования и дальнейшей сельхозпродукции из Ульяновской области в страны Ближнего Востока, конкретно нашими партнерами – Республики Иран и Ирак. Проектом предусмотрены инвестиции в Ульяновский речной порт, через который будут проходить грузовые суда, сельхозпродукции и строительными материалами. Из Ульяновска экспортные продукты отправятся через Черное море в страны Ближнего Зарубежья. Новые участники появятся и в портовой особой экономической зоне. Российское предприятие «Стеклонит» будет производить крупногабаритные изделия из полимерных композитных материалов для отрасли альтернативной энергетики и суда и машиностроения. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.